Ну вот так все эти саженцы будут у меня зимовать на грядке открытой, а под этим укрытием будут у меня малыши зимовать, которые еще с молочными стволами, которые не готовы к продаже. За зимовку этих саженцев я не беспокоюсь, которые сейчас продаю не полностью готовы к зимовке или в прикопе, или просто на грядке. Они отлично перезимуют. Сейчас покажу, какие не отлично могут перезимовать. Вот такие есть у меня варианты. Это пинкачу. Я снимала две волны черенкования. Этот сорт у меня уже с продажи ушел, больше не осталось. Это все на следующий год. Вот еще молочный-молочный зеленый стволик. Конечно, я буду ставить его под укрытие, все эти горшочки. Лучше не черенковать поздно. Просто у меня есть условия для хранения, я буду черенковать. Так что вы мне когда присылаете вот такие малыши и спрашиваете, как они перезимут, я не знаю, как они перезимуют. Выживут сильнейшие. Вот еще есть у меня вот такие саженцы. Они тоже прекрасно перезимуют, но они у меня сейчас не в продаже. Кто это? Мохито. На следующий год, то есть они тоже деревянные, но продавать я буду в следующем году, может быть весной, может быть летом. То есть деревянный ствол, корень, отличная зимовка. Молочный ствол, зимовка под вопросом. Не черенкуем поздно, чтобы потом не думать, как же нам их сохранить.